Среди евнухов, которые трудились там на благо султана и его многочисленного гарема, были и карлики. Они входили в свиту султана и развлекали его гарем во время различных праздников. Их изображения можно встретить на османских миниатюрах. Информация о них также есть во многих исторических и литературных источниках. В частности, в одной из моих любимых книг гаремной тематики «Повседневная жизнь восточного гарема Шапика Зиева». Карлики проходили такое же обучение, как и остальные дворцовые служащие. Даже чтобы стать пажом, занять самую низкую ступень в гаремной иерархии среди его служителей, нужно было пройти обучение. Во времена правления султана Мурада IV была создана военная палата, где обучали будущих музыкантов, певцов, скрипачей и т.д. Там же жили и проходили обучение дворцовому этикету «Карлики, немые и шуты». В книге «Величие и крах Османской империи. Властители бескрайних горизонтов» Джейсон Гудвин написано, что во дворце Топ-Капе есть тайный уголок, где расположены крохотные помещения. Исследователи дворца и даже многие ученые считают, что это просто кладовки, но на самом деле это личные покои живших во дворце карликов. Евнухи, независимо от того, были ли они карликами или нет, имели характерную внешность и характер. Из-за особенностей гормонального фона у них не росли волосы на лице и была склонность к ожирению. Их кожа рано покрывалась морщинами, что особенно некрасиво смотрелось именно у белокожих. Были евнухи веселые, как Юляга в Великолепном веке. Но часто эта веселость была показной, и они то и дело вздыхали о своей несчастной судьбе и пели грустные песни. Многие евнухи были очень ревнивыми. Несмотря ни на что, влюблялись в обитательниц Гарема и жестоко им мстили, когда те не отвечали взаимностью. Кстати, в книге Шапи Казиева упоминается случай, когда евнуху карлику дали свободу и позволили жениться на молодой обитательнице Гарема. Думаю, этот человек в дворце смог расположить к себе всех, включая султана. Не просто так ему была дана такая милость. Французский поэт и путешественник Теофиль Готье, бывавший в Османской империи в XIX веке, описывал карлика в свите султана. Он имел весьма грозный вид, а одет был, как настоящий паша. Вероятно, это был главный среди дворцовых карликов, так как только ему разрешалось наряжаться, как паша, а также носить богатую меховую накидку. Особенно удачливые карлики, служащие в свете султана и в его гареме, наживали огромные состояния и продвигали своих родственников служить в султанском дворце или в одном из дворцов его билербеев. Они удачливые могли быть изгнаны из дворца за разные провинности, в том числе получение взяток. Были и такие прецеденты. Служили султанской семье и образованные евнухи-карлики, которых не использовали в качестве шутов. Они работали в лазарете, больнице, библиотеке и так далее. Присутствовали карлики и на родах. Роды проходили в Османском дворце в определенном просторном помещении. Постель застилалась обязательно красным постельным бельем, а роды принимала гаремная кушерка Эбе. Но на родах могли присутствовать и посторонние люди, развлекающие роженицу. Не всегда оно такое было, и это запечатлено на османских миниатюрах. К примеру, развлекать женщину могли танцовщицы и карлики-евнухи. Я думаю, это могло использоваться и в качестве некоторой лечебной помощи. Если женщина очень боялась, была зажата, то родовой процесс мог затянуться надолго, что могло навредить ребенку. А так она отвлекалась от процесса, расслаблялась и роды проходили быстрее. А так в основном карлики в гареме работали в качестве шутов и вместе с теми в команде. В одном из своих видео я рассказывала о том, что жизнь в гареме была довольно скучна. Небольшими островками радости становились различные празднования, в том числе праздники в честь рождения детей султана. И вот тогда могли проводиться разного рода представления, веселящие всех. Карлики кривлялись, гримасничали, а их коронный номер был появление из блюда. Одним из любимейших блюд в Османской империи был плов. На большую посуду устанавливали короб, в который прятался карлик, а снаружи все незаметно обкладывали рисом. А когда все приглашенные начинали накладывать к себе в тарелке плов, из него выскакивал карлик. А иногда развлечения заканчивались трагически. Так при султане Махмуде II было устроено то ли состязание, то ли заплыв карлика в бассейне, в результате чего один из них утонул. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok